Я вернулся в Россию и у меня вот сейчас такое же ощущение необычности, как когда я приехал в Китай Ну представляете, заходим вчера в магазин, а там в магазине по-русски говорят И не надо объяснять на пальцах, что я хочу, не знаю, что мы вчера хотели Печенюшку Второй контраст, это стоимость сладкого В Китае я вообще сладкое не ел, потому что относительно дорого Ну что у нас булочка какая-нибудь 10 рублей, а там булочка 10 юаней Это же вообще не соединяемо дорого Это же целых 60 Да, это же целых 60 рублей Что еще поразило? Ну то, что здесь кругом снег и русские лица, это как бы объяснять не стоит, они китайские А, насчет, кстати, китайцев прикольно Помнишь, мы с тобой когда ходили в китайскую кафешку? Смотри, собачки Собачки подают еду? Ага, деньги собачки подают? Прикольно А в Китае, кстати, я видел, как кошки тоже попошайничают Ну деньги в смысле собираются А, помнишь, когда мы с тобой в китайскую кафешку ходили И нас обслуживала постоянная китаянка Ага, тувинка А потом оказалась тувинка Ну, мы-то, кстати, Лена тоже из ТУВ Но не тувинка А в Китае точно такой же случай Ну, похожий был Я познакомился с Олегом Олег из Якутии Какая там национальность? Он сказал, что он бурят Бурят, да? Бурят из Бурятии Олег, блин, если ты смотришь этот видеоролик, извини, я забыл твою национальность И китайцы его принимают за своего Постоянно пытаются с ним на китайском разговаривать Он, как по-китайски не понимая Вот, смотрите, я два дня не в Китае, ну, в смысле второй день И уже половина китайских слов забыл А что меня-то спрашиваешь? Я не знала А я не знаю, может, ты знала У нас тоже есть уличные певцы В общем, снова изучаю Россию Но, пока я еще не забыл, что такое Китай, что такое китайская пища И не забыл, как держать палочки Сейчас мы направляемся О, смотри, фикры еще надпись Это же мой любимый партнер Когда-то был, да, в студенчестве И пока я еще не забыл, что такое Китай Китайская пища и как держать палочки Мы направляемся в китайский ресторан Харбин, что ли называется Я хочу Лену научить есть палочками Ну, и там же пообсуждаем Китай и планы на будущее Хочешь Китай? Я тоже Тебе по силам выучить английский Сейчас тебя загипнотизируют Да, это Как у тебя, кстати, идет преподавание у детей? Ну, знаешь, мне нравится Еще и ребятишки наши тут чуть-чуть приобщаются к этому делу Ну да, ты сразу убиваешь трех зайцев Вчера встретили меня русской едой Пельмешки русские Кстати, китайские пельмени жутко невкусные Там одна трава Что еще? Отбивная суперская Блинчики со сгущенкой Но чего-то не хватает Какой-то вкус Лоский, не знаю Усилителей вкуса тебе не хватало Усилителя вкуса китайского мне, да, точно не хватает И поэтому Вот уже реально скучаю Многие говорят, что китайская еда Там сделана из не понять чего Не понять, что туда добавлено Но я Я в нее влюблен Ну, не даром мы с тобой еще здесь, в России Десять лет назад туда ходили Да, я, видимо, давно влюблен в Китай Китайскую кухню Они проложили Путь к сердцу моему, да Лежал через желудок Клиники, отдых Интересно, что клиниками заклеено? Что-нибудь неправильно напечатали, да? Я, кстати, в этот чайный дом звонила Они не делают визы без тура А, понятно А мы без штанов-то тут не останемся Нам хоть на одно блюдо хватит в карбине Сейчас проверим Мне кажется, очень дорого Что-то я как-то Я в таком привисовании была Я тоже Но говорят, китайские рестораны в Китае Настоящие китайские рестораны То есть рестораны, точнее, правильно сказать Тоже очень дорого О, а здесь вот раздеться можно Ну что там, прилично? Прилично Говядина в пиве Свинина жареная Хунь-шо-жоу Омлет с перцем О, вот она Свинина жареная в кляре Го-бао-джоу Я именно так и говорил Я в кафе заходил и говорил Губа-джоу А меня не понимали Ну почти Ну конечно Классная штука Да, красивая Руки положилиarg Руки McMinn Нет, не надо Ты ж будьешь палочками здесь? Ну здрасьте То есть ты ничего трогать не будешь? Ни х Deep ничего Китайцы не моют руки Я не могу, я тогда вообще есть не сок. А я не пойду. Я там руки не мыл перед едой никогда. Может, китайская грязь полезна, а это не очень. Это что, ручки мыть? Да. У китайцев такое ни разу не видел. Это как в японских, видимо. Ну, слушай, да, помнишь, как мы опозорились в Москве, не знали, что с ними делать? Я ноги хотел вытереть. Здесь нарисовано вот так вот брать палочки. Китайцы очень интересно их делают. Мне нравится, что это одноразовые палочки. Китайцы очень смешно, они вот так вот разломали, да, палочки здесь неодноразовые взяли, вот так воткнули, и все, уже сразу могут есть. Ну, то есть, раз выровняли, они должны быть это. Я так не умею. Подгоняешь, да. Я держу не так, как вот они. Смотри, я вот так вот укладываю вот на этот палец, а вот эту делаю как бы продолжением своего пальца, видишь? И получается, что когда я указательным шевелю, то вот так вот беру. Но китайцы едят чаще всего не так. То есть, я видел, что так некоторые едят, но они не так едят. И вот они едят в большинстве, вот как вот здесь вот нарисовано, но у меня так не получается, у меня пальцы устают. А вот когда именно это продолжение этого указательного, то вполне получается и брать, и рис беру. Ну, сейчас я тебе покажу. Я из камеры даже юаней еще не достал, смотрю. А так выглядит один юань. Тут какой-то цветочек никто не видел. Ну, только брать не буду, то он уже руки чистый. А, уже чистые, руки, да. Красивые? Ну, так. А вот это, как ты думаешь? Обычные. Вот это, как ты думаешь, что такое? Ну, пять юаней. Нет, это пять не юаней, а вуяу. Я не знаю, как это считается, это пол юаней. То есть, вот пятерик нарисован, это значит пол юаней. То есть, это типа копей. 50 копейок типа наших. А вот единичка. Это не один юаней, это 10, да. 10 центов. Ну, да. 10 копеек. Что у меня тут еще есть? А, ну, это. И на каждой, вот на задней стороне, нарисован какой-нибудь цветочек. Ну-ка, покажи цветочек. Ну, вот. Ну, 8 марта чувствуешь, ты вот у меня таких цветочков и надавишь. Да, 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 у меня их много. Ты восстать тебя не дождешься. Нам уже вон что-то принесли. Это что? Это мясо с картошкой. Я, кстати, раньше пробовала, сейчас, может, у меня тоже получится. Что интересно, они есть круглые, есть квадратные. Вот квадратные, конечно, держать проще. А эти вообще какие-то... Ну, как, вкусно? Остро? Да, остро. Все как нужно. Угу. Я попала, но рисинки я точно не смогу поймать. Ну-ка, еще раз попробуй. Ты слишком далеко их держишь. Во-первых, нужно держать как можно выше. Чем длиннее этот, тем удобнее попадать. То есть, надо почти в самом верху. Во-вторых, у тебя этот сильно далеко. Короче, можно я буду есть вилкой? Можно. А то я так буду до утра. Поводи, ты же в Китае собралась со мной. А с собой буду вилку носить. Ну, неудобные палочки. Честно, мне не нравятся. Понятно. То есть, так бы у меня... Ой, видишь, как много... Молодец. Как остро, слушай. Ну, выглядит вроде симпатично. Я надеюсь, мне это понравится, а не как в тот раз, когда мы брали. Гулячее. Такого уксуса маловато. Когда в Китае только приносят свинину кисло-сладком соусе уксусом, сначала пахнет, а тут сразу не пахнет. А вкус вообще не то. Не вкусно. Вкусно, но не то. Ну, еще у них всегда, вот когда приносят, какой соусик, кисло-сладкий соус, он густой-густой, а тут какая-то просто жижа. В общем, это не то же самое, что я ел в Китае. Ну, придется в Китай ехать, пробовать. О! Тут китайские песенки. Похоже на не то. Ну, есть маленький нюанс. Я-то ел в самую, ну, в недорогих местах, потому что это наоборот суперкруто. Вон, наши лепешки принесли. Смотри, лепешки, они тоже вот так вот едят. Прям берут. Не урони. Вот так вот раз. Ну, так как она ломается, они вот так ее берут, приподнимают. Ну, так вот раз. Готово. Э-э-э, деревня, ты что руками берешь? Ну, я-то руки помыла, отвечать тебе. Ну, как? Ну, это лучше, чем когда мы в тот раз заказывали. Ну, это было всего один раз, это было 8 лет назад. Ну, что, ну, я даже не могу понять. Это как будто мясо в карамели. Да нет, не так. Такого, какой-то сладкого. Возможно, мне с древесными грибами было бы на рабочую поправить. Не, серьезно, мне это мое любимое блюдо сейчас в Китае. Ну, тоже сладкое любишь. Ты пиво пьешь с безе, с трубочками. Неправильный рис, он должен не рассыпаться. То есть, любой рис в Китае, он слипается. Прилипает к палкам? Ну, не прилипает к палкам, но он берется комочками. А этот, вот смотри, я пытаюсь взять, он рассыпается весь. То есть, это плов, это нормальный плов. Это обычный плов, да. А у Китайцев как не умеют, у них всегда он слипается. А мне такое больше нравится. По японцам, видимо, тоже, поэтому и получаются роллы да всякие там. Слушай, его неудобно просто палочками есть. Ну, ясно и дело. Жаль, что тут кресло не реклаймер. Четыре наехать. Ну, и что тебе больше всего понравилось? Салат, который я выбрала, или кашка. Впервые вижу счет в стакане. Чем мы тут наели? Что, вторушка? 1545 рублей. Ну, это по голове. У меня юаньки остались, как думаешь, примут? Чего они такие большие? Это у них самая крупная купюра, 100 юаней. Крупнее просто не существует. То есть, 600 рублей и все. У нас пятитысячные всякие есть. А вот, смотри, кстати. А это, догадайся, что за купюры? Ну, в пять. Да нет, я же тебе сегодня показывал. А, это тоже вот эти вот полрубля? Полрубля, да, пол юаня. Понятно. Так выглядит. У них есть еще десятая часть. Также здесь однерочка написана. То есть, у них есть копейки бумажные? Да, 10 копейки бумажные. Чаевые будем оставлять? Да. В Китае чаевые не оставляют. Ну, мы же не в Китае. 1550. Ну, вот в Петербурге им будет про чай. Красиво по-ресторанному, но как-то не очень вкусно. Я прав? Да, и тяжело как-то чувствуешь. Но, кстати, что интересно, сейчас в Шенчжэнь, так же, как у нас, 7 часов вечера, но там полная темнота. Да, у нас сейчас солнышко светит. Ну, светило бы, если бы вон туда не спряталось за домики. Я рад, что мне не очень понравилось на вкус, потому что иначе бы мне хотелось сюда, а так не хочется. И ладно. За эти деньги в Китае можно было лопнуть. Я боюсь, что ты теперь будешь ходить во все кафе и искать, что мне понравится. Я знаю, в каком кафе. Но только кафе сейчас закрыто, потому что здание под снос или что там что-то вероят. Мы поедем или пойдем? Поедем, она вообще в другую сторону. Ну, пойдем в другую сторону.